внимание кормит дедушка вы часто говорите о необходимости находить силу но разве сила это не путь насилия сила сынок бывает разное есть сила физическая есть сила души а есть еще и сила духа я не советую тебе красть или отбирать я советую тебе трудиться и этим развивать в себе силу и физическую и силу души сила же духа или воля наполняется путем внутренней самодисциплины или самоконтроля и соответственно через сознательные разумные деяния насилие это воровство или же подавление других свое личное благо я тебя этому не учу потому и мое слово сила значит не насилие а индивидуальное подвижничество и ответственность за свои действия как сергий родонежский и серафим саровский как все кто силен духом как развивается сильный духом чего начинается путь к силе духа о это вопрос достойный мы сынок об этом с тобой только и говорим но должен же быть какой-то ключик силе ключик не один каждой силе свой ключик ключик первый думай что делаешь все свои действия всегда контролируй и осознавай таким образом ты развиваешь себе бдительность внимательность и осторожность много полезных качеств приобретешь когда будешь выполнять это маленькое условие думать что делать на этом и основанное исцеление с помощью внимательной ручной стирки и на этом тоже выполнение этого правила делает жизнь человека ответственный дает ему силу ключик второй думай что чувствуешь анализ своих чувств даст тебе контроль над сердцем над своими желаниями а это даст тебе способность видеть души других людей и помогать им своими знаниями всегда думай что чувствуешь помнишь образ двух птиц одна из которых ест а другая за ней наблюдает буди тем кто ест и тем кто наблюдает смотри на себя со стороны контроль над своими чувствами сделать тебя независимым от твоих инстинктов и этим переправить тебя с острова стада на остров личности разве не бывает личности без контроля над чувствами нет тот кто раб инстинкта это раб и он способен выжить только в стаде но каждый имеет шанс стать личностью выйти из стада ставши наблюдающей птицей можно стать выше вчерашнего себя самого если научить себя думать и осознавать свои чувства но тогда я уже буду не я ты так не есть я ты это только память о прошлом мы всегда не те что были лишь мгновение назад потому что если ты серьезно задумываешься над своими чувствами то этим ты ослабишь их влияние на себя и передашь бразды правления в руки разума а не грозит ли это тем что я стану холодным и бесчувственным если чувства подавлять с помощью разума то станешь но если принять их и осознать то ты останешься самим собой с тобой с той лишь разницей что будешь иметь свой контроль над самим собой будешь личностью творцу и наконец третий ключик думай что думаешь это сынок вершина могущества если ты коснешься тайны мысли разума ты этим заденешь завесу на тайной викре коловорота замысла трех крестов страшно и опасно опасно и страшно ибо полностью потеряешь себя как личность сила тела дает стадного человека сила души делает тебя личностью а сила духа уносит и растворяет личность делая тебя бессмертный кощей бессмертный те виды которые раскроют тебе разум камня на камне не оставят от всех твоих умственных домиков которые ты себе настроил думая что хватил бога за бороду суета сует скажешь повторив экклезиаста ибо нас сынок нет не было и никогда не будет да но почему так потому что мы есть были и будем всегда я вечен ибо существую изрек великий гетте и дед с ним не спорит дед соглашается и суетой сует экклезиаста и свечен ибо существую гетте разум друг мой не постижим тем что просто нечего постигать почему нечего мир полон загадок полон сынок полон только ко всем этим загадкам есть один один ключ вихрь бог и кто по воле бога попал в центр вихря тот и говорит братцы земляне мир есть суета сует ибо он полон равнозначен и самодостаточен прошлое это будущее будущее это прошлое а настоящего нет ибо она но будущее динамика только чередование прошлого и будущего это плата за знание плата за знание свобода свобода выбора и это плата достойная что есть лучше свободы нам от бога дано одно выбор свобода выбора ибо когда весы уравновешены достаточно маленького дуновения и они выйдут из равновесия добро становится злом а зло добром будь то левая будь то правая будь то насилие будь то договор ибо равновесие несет 360 градусов на дней в году 360 с хвостиком свобода выбора мир это весы большие большие весы состоящие из множества маленьких и все качается 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 есть качание а если равновесие благодать из которой два выхода два пути левый и правый вверх и вниз небо и земля бог и дьявол голова и хвост орел и змей иисус и иуда близнецы и две нити спирали днк а а цена у них одна одна и цена это качание маятника вечности а